Всех приветствую! В этом видео, как я и обещал, будут испытания вот этой вот штуки. Это горелка, созданная по типу камеры сгорания. Чисто для испытаний и для пробы в деле, как это все будет работать. Потому что скоро собираюсь начать делать реактивные двигатели. Нужно все это дело пощупать, испытать, попробовать. Для тех, кто не видел предыдущее видео, покажу, как оно работает сейчас. Открываю воздух. Даю газ на всю и воздух. Перемез с Está � есть теплая. Перемез сухопы��� protects. Послышали воздух. Перемез сухопатели отталкиваются. Произведение. КОНЕЦ Попало пламя внутрь. Это уже небольшая победа. КОНЕЦ КОНЕЦ Горит полностью внутри. Воздуха вырабатывается очень много. Но, как видите, струя не сильно горячая. Для реактивного двигателя то, что надо. Можно добавлять газа и тогда получается вот это. Также можно и на малом газе, скажем так, работать. Можно уменьшить. Подачу газа еще меньше. И добавить воздуха. Вот и все, друзья, испытания камеры сгорания закончены. Все это дело можно прорезюмировать так. Я добился, что вот это отверстие теперь гораздо меньше и внутри нормально стабильно поддерживается горение. Добавил здесь несколько отверстий и добавил вон там на донышке тоже несколько отверстий. Они просверлены под углом и все это дело стабилизирует пламя. Возможно, можно еще добавить отверстий, потому что здесь, как видите, цветов побежалости нет. И пламя начинает активно гореть, вот начиная с этой части. В принципе, там, где большие отверстия для воздуха, там уже смесь довольно-таки насыщенная и начинает отлично гореть. Также изготовил сопла по типу ракетного. То есть внутри, как видно, отверстие маленькое, 15 миллиметров. Здесь я не стал тоньше делать на случай, если нужно будет рассверлить, увеличить диаметр. Горит довольно-таки мощно. Поток подожженный гораздо сильнее, чем просто, если воздух из компрессора давать. Ну и как вы видели, я пробовал затыкать, пробовал металлическим листом затыкать. Горение внутри поддерживается до определенного момента. Когда уже совсем заткнешь, тогда поток газа, видимо, прекращается и все резко тухнет. Также с помощью вот этих пару баллончиков мне удалось адски нагреть внутри помещения. То есть температура весьма высокая, горит эффективно и газ полностью сгорает. Никаких угарных газов слышно не было. Хочется узнать принципы на деле, то есть экспериментально все проверить. Чтобы можно было начать собирать реактивный двигатель. Чтобы понимать на пальцах, скажем так, что куда сверлить и как что делать. На этом все, дорогие друзья. Кому видео было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех благодарю за внимание и всем пока. До свидания. Пока. Пока. Пока.